Привет, YouTube! Меня зовут Полина и добро пожаловать на мой YouTube канал. Я продолжаю рубрику ТОП-10. У нас уже были ТОП-10 карандашей для губ, ТОП-10 помад нюдовых для губ и сегодня ТОП-10 карандашей для глаз. Я также помню, что вы просили снять 10 палеток для ежедневного использования. Обязательно выпущу подобное видео и у меня к вам будет просьба. Я хочу еще записать видео ТОП-10 туши для глаз. И здесь я без вашей помощи не обойдусь. Если у вас есть ваши любимые туши, которые не отпечатываются на подвижном веке, и вы вот прям ею довольны, вне зависимости от ценового диапазона, обязательно поделитесь со мной в комментариях, и мы вместе с вами составим такое классное видео. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, вы все знаете, что нужно делать. И сразу переходим к непосредственно карандашам. Я очень долго думала, как же мне снять карандаши, и я хотела вначале показать их на глаза. Но потом я эту идею отклонила, потому что это невероятно технически сложно. Постоянно нужно наносить, убирать, наносить, убирать, а у нас кожа век тонкая. И решила вам показать просто на руке. Сейчас у меня, кстати, тоже на глазах нанесен один из карандашей, мой любимчик. И вы, кстати, тоже мне достаточно часто спрашиваете, что же это за карандаш. И начну я, наверное, с люксовых карандашей, и потом мы перейдем в более бюджетный вариант. Еще я постаралась, чтобы эти карандаши были не одинаковые по цвету. Всего лишь здесь будет два максимально одинаковых. Как бы, чтобы это видео было более интересно, у меня нет смысла рассказывать про 10 коричневых карандашей. И если у вас есть ваш любимый карандаш для глаз, обязательно поделитесь в комментариях. Итак, поехали с люкса. Карандаш от бренда Charlotte Tilbury. Конечно, я не могу не упомянуть Charlotte Tilbury. Она очень лояльна к этому бренду. Много продуктов я приобретаю и буду приобретать. С интересом жду новинки, которые она выпускает. И для меня этот бренд, в котором я почти никогда не сомневаюсь в качестве. Это действительно один из самых стойких карандашей в моей рабочей косметичке. Супер красивый цвет, который можно как для повседневного использования использовать, так и для вечернего выхода. Я считаю, что цвет подойдет абсолютно любому цвету глаз. Он очень-очень стойкий. Я даже могу еще раз слово очень употребить. Потому что, если вы не успели что-то где-то нанести и решили там подтушевать, то в большинстве случаев это будет тоже ваша проблема, потому что потереть его нельзя. Но это говорит о том, что этот карандаш будет с вами с утра до вечера. И нигде он не потечет, не отпечатывается. И у вас будет в течение дня классный макияж глаз. Это обычный деревянный карандаш. У него 1,2 грамма. Кстати, список всех карандашей, о которых я сегодня говорю, ищите в инфобоксе под этим видео. По текстуре. Этот карандаш очень мягкий, сливочный такой. Невероятно легко скользит по веку. Абсолютно не царапает века. Можно наносить как для слизистой. Карандаш матовый. Цвет очень сложный. Коричнево, бордово, красный. Если вы девочка со светлой кожей, этот карандаш будет на вас смотреться ярче. Если же вы девочка потемнее, то, соответственно, он не будет таким ярким. Считаю этот карандаш действительно универсальным. И один одним из самых лучших у Шарлотта Тилбери. Напомню, что все такие суперстойкие карандаши мы убираем жиросодержащими средствами. То есть, вам нужна будет либо гидрофильное масло, либо двухфазная жидкость, либо молочко. Но вы по-другому такие текстуры с глаз, к сожалению, не снимете. И дабы не раздражать века, я вам рекомендую все суперстойкие текстуры снимать жиросодержащими средствами. Застыл у меня, и все, теперь он нигде не отпечатается. Так, вот цвет его. Не такой суперстойкий, как предыдущий, но тем не менее, достаточно стойкий карандаш. И мой любимый, потому что вот сколько его осталось у меня. Это карандаш от бренда MAC в оттенке Teddy. Коричневый карандаш, который содержит в себе мелкие такие блесочки золотого цвета, и при этом он суперкрасиво смотрится на глазах. Он не отпечатывается, но для слизистой не совсем подойдет в использовании, потому что все-таки он не суперстойкий. Этим карандашом очень легко работать. Он красиво и быстро прорисовывает вам стрелочку. Можно делать с уголком, можно делать без уголка. Действительно красивый карандаш. Я считаю его прям таким универсальным для ежедневного использования. Потому что коричневый цвет подходит абсолютно любому цвету глаз. Сейчас он также на мне. Я люблю этот карандаш использовать, когда я хочу выделить глаза, но при этом, чтобы они не выглядели супер ярко. Мне кажется, больше про этот карандаш даже нет смысла что-либо говорить. И достаточно посмотреть на то, в каком количестве он у меня остался. Покажу вам сейчас цвет. Вот этот вот второй. Очень красивый цвет. И кто в поиске, моя рекомендация вам. Еще один из, скорее всего, такого среднего сегмента. Это и не люкс, и не масс-маркет. Карандаш от бренда Colorance. В оттенке 03. Красивый синий. Это также гелевый карандаш. Единственное, что его не нужно точить. Он выкручивается. Но при этом в другой стороне карандаша есть вот такой фетровый наконечник, который вам помогает карандаше стушевать. И у вас получится такая себе дымка. Еще в этом карандаше есть точилка, которая помогает вам именно поточить кончик, если вам нужен острый кончик. Так что тут все прям продумано, очень удобно. Здесь 0,29 грамм. Это среднее количество грамм для таких автоматических карандашей. Так как вам не нужно все время точить карандаш в отличие от деревянных, такие карандаши также достаточно долговечны. Красивый цвет. Подойдет уже больше девочкам с голубыми глазами, либо с карими. Будет супер-супер красиво. Карандаш стойкий, достаточно насыщенный, но это, знаете, такой темно-синий оттенок. Также его можно и для прорисований с ресничкой использовать, так как он, в принципе, достаточно темный по цвету. Но на контрасте с глазами, поверьте, будет очень красиво выглядеть. Красивый темно-синий цвет. И мы плавненько перемещаемся в сторону карандаша из масс-маркета. Карандаш от бренда NYX. Также у него 1,2 грамма. Это карандаш гелевый в красивом оливковом оттенке. Он уже содержит в себе мелкие золотые блесточки. За счет этого вам очень легко его наносить. Он прям так скользит. Можно использовать и для нижней слизистой. Не рекомендовала его для прорисовки межреснички верхнего века, потому что он достаточно светлый, но будет очень красиво смотреться в качестве стрелочки. Я думаю, что подойдет для абсолютно любого цвета глаз, но лучше будет смотреться все-таки на загорелых девочках, потому что оливковый цвет будет еще больше усиливать ваш загар. Карандаш от бренда NYX уже застывает еще дольше. То бишь, вам нужно будет просто подождать, нанести потом второй слой. Я всегда вам советую карандаши, которые не супер быстро застывают, наносить всегда в два слоя. Так вы получите красивый насыщенный оттенок и усилите стойкость. Карандаш от бренда Vivienne Sabo. Я не могла не включить бренд Vivienne Sabo в свою подборку, потому что записывая видео про продукты от Vivienne Sabo, что у них стоит купить, я особое внимание уделяла карандашам. И как карандашам для губ, так и карандашам для глаз. И считаю, что это очень сильная сторона бренда Vivienne Sabo. Я отдельно хочу выделить из всех карандашей Vivienne Sabo оттенок 603. Это красивый кофейный оттенок, но такой, больше темно-коричневый. Абсолютно матовый. Можно использовать для прорисовки межреснички, что я, кстати, часто делаю. Карандаш вам дает где-то 30 секунд, да, для того, чтобы вы успели прорисовать. Можно также и стрелочку делать. Это не самый выкручивающийся карандаш. И его уже нужно точить. Вот красивый коричневый. Такая у нас даже палитра будет. Также этот карандаш и для нижней слизистой можно использовать. Как подложку под макияж, если вы хотите сделать, так как это гелевая составляющая. Она будет делать макияж глаз максимально стойким. И не отходя далеко от коричневых карандашей, я расскажу про еще один коричневый карандаш. Он отличается по цвету. Это карандаш от бренда Maybelline. Единственное, что у меня вот остался такой небольшой размер. И могу нигде найти. Но обязательно в инфобоксе под этим видео я пропишу, что же это за цвет карандаша. Этот карандаш светлее. Даже вот в сравнении, посмотрите, с Vivienne Sabo этот карандаш. Все-таки больше коричневый и более светлый. Это гелевые карандаши. Также он обладает хорошей стойкостью. Можно использовать как для прорисовки межреснички. Можно использовать как самостоятельную стрелочку. И да, я вам буду также рекомендовать этот карандаш наносить в два слоя. Серии Maybelline Color Tattoo. Так что, если вам вдруг не хочется выбирать коричневый карандаш, вы себе смело можете посмотреть любой другой. Универсальный карандаш как для глаз, так и для губ. Здесь прямо так и написано. От бренда Johnny. Я надеюсь, что я правильно прочитала. Просто невероятно красивый зеленый цвет. Этот карандаш не гелевый. Соответственно, он не будет обладать феноменальной стойкостью для слизистой. Он вам не подойдет. Вот, я вам сейчас его покажу. Смотрите, какой красивый зеленый. Я бы его рекомендовала как соло стрелочку использовать. Девочкам, у которых зеленые карие глаза, либо же карие глаза, он будет невероятно красиво оттенять цвет глаз. Единственное, что, так как этот карандаш не застывает, я бы его продублировала какими-то похожими по цвету сухими тенями. Или же, если у вас нависающие века, то, в принципе, я бы этот карандаш не использовала. Если не относитесь к категории с нависающим веком, и у вас ничего не отпечатывается на подвижном, то однозначно я вам этот карандаш советую. У нас осталось два карандаша, и мы сейчас быстро с вами закончим. Один из них это карандаш от бренда Bourjois в оттенке 83. Красивая оливка, при этом я его часто для слизистой использую. Но наношу просто в два слоя, потому что он не обладает там феноменальной стойкостью. Я нанесла его уже сюда. Это золотой с добавлением оливки. Он содержит перламутровые частички. И когда я наношу его на нижнюю слизистую, это невероятно красиво. Этот, наверное, цвет больше все-таки подойдет именно для перерисовки нижней слизистой, чем для верхнего века. Красиво подчеркивает любой цвет глаз, особенно, я хочу обратить внимание, девочек с голубыми глазами. И завершаем мы еще одним красивым карандашом от бренда Color Me. Также здесь осталось совсем немного этого карандаша в оттенке E8. Это также красивый коричневый. Коричневый с добавлением перламутра. И чаще всего я его использую именно для нижней слизистой, когда мне хочется сделать взгляд более глубоким, более выразительным. Это уже гельный карандаш, в отличие от предыдущего карандаша. Соответственно, он более стойкий. Можно, кстати, также и для перерисовки стрелочки наносить, кому как больше нравится. Так, еще раз показываю вам оттенки карандашей. Пишите свои любимые, которые вам вот прям приглянулись, и вы бы купили, либо же попробовали. Если у вас есть ваши любимые карандаши, смело пишите в комментариях под этим видео. Я обязательно все прочитаю. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И, как всегда, встретимся с вами через неделю. Желаю вам шикарнейшего дня. Пока!